Я надеюсь, там не было луговых собачек. Дорнадо скоро исчезнет! Я не могу в это поверить. Это Нэнси Дрю! Что пошло не так? Гроза, это она! Да, я сам не могу поверить, потому что записываю это не впритык. Обычно я записываю на видео по Нэнси. Прям вот как бы воскресенье. И они выходят, ну, почти сразу. На этот раз я записываю не воскресенье. Я записываю заранее. Я поднялся над собой! Я выполнил своё желание новогоднее. Не записывать всё впритык. Ну ладно, у меня сейчас отдых, поэтому как бы... Ну, наверное, уже кончается к моменту выхода видео. Неважно, ребят. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на меня вконтакте и в инстаграме. Чтобы... Не пропустить мои фоточки. Ну, не мои, а... Моего голого кота. Неважно. Спасибо тем, кто подсказал мне... Блин, у меня память ужасная. Кто подсказал мне, где клетка находится? Потому что я серьёзно не знал, где она. Вот она. Под знаком 66. Телефон, не тупи. Я экран заменил, а ты тупишь попрещу. Что пошло не так? Воклипол. Спасибо за подсказку. Иначе бы я не... Один человек? Два человека. Там ещё кто-то был. Два человека подсказали. Спасибо, ребят. Где искать мышеловку? Я думал, вы все начнёте говорить. Евген, где она? Вот она. Что-то слепой, блин. Тупой. Что с тобой не так? Ну, она просто в таком тёмном углу. Её не видно. Кто нашёл мышелку? Никто. Все пользуются прохождением в этот момент. Всё, я поехал отсюда. Мне опять снился сон, что я езжу на машине без прав, и что я раздолбал её. Я прочёл в комментах. Это значит, что я не управляю своей жизнью. Ну вот я и не знаю, насколько я её не управляю. По-моему, я её управляю. То есть, вот, хочу снять на инсидрю, наконец-то, не в последнюю минуту, а заранее. Мне как-то была такая история, что я вообще не помню, что сейчас воскресенье. И мне Лиза говорит, что сейчас воскресенье. Я такой, чёрт, это уже вечер, а на инсидрю нету. Вот в тот день она и вышла... Она, ёбань! Она и вышла в... Давай, да... Это что, GTA? Я не пойму, а что я играю? Вот если бы здесь был Олег Брейн, он бы мне помог. Он бы был моим рулевым, а я бы просто... Я бы просто сидел на заднем сиденье. Ну, или в багажнике сидел. Мне в багажнике, кстати, довольно уютно было бы. Я багажный монстр. Я там или не там, чёрт возьми? Знаете, это сло... Твои... Ой, го... Ай, ай, авария! Что пошло не так? Всё, приехал, ребят. Ну, машина почти жива. Ну, смотрите, не царапина. Магические машины из Need for Speed, которые восстанавливают сами собой. Почему вот эта машина сама собой не восстанавливается? Так, я клетку привёз. Привет! Я съездила в магазинчик ПАИ и достала широкий шланг для пылесоса. Неважно. Подойдёт? Так, давай посмотрим. Ну, куда смотреть? Вот так. Суперпылесос для луговых собачек. Это что... Что за звуки там были? Мне кажется, он не пылесос сделал, а... С другим пылесосом он там баловался, явно не с этим. Как он работает? Просто включи его, вставь шланг в норку, и все зверьки, которые там есть, окажутся в мешке. А с ними точно всё будет в порядке? Ну, конечно. Я создал это детище, думая о безопасности. Вот почему оно такое неприглядное. Не забывай, что если в норке нет зверьков, пылесос ничего не засосёт, и пойманные собачки могут сбежать. И прежде чем их переселить, убедись, что поймала всех. Хорошо. Будь терпеливой, и всё получится. Когда закончишь, верни мне пылесос, и я дам тебе пациентов. Не хочу, чтобы он попал в плохие руки. Луговым собачкам и так не сладко. Бедные луговые собаки. Ребята, я сейчас просто пью крепкий чай, поэтому я мол сейчас, ребята. Это ни в коем случае не алкоголь, это просто крепкий чай. У меня что-то голова напряглась. У меня что-то под вечер в последнее время голова напрягается. Не знаю, с чем это связано. Может, вы в комментариях мне скажете, с чем. Возможно, оставлюсь в нейте. Ну, старость, мне 22 года, я уже древний дед. Хотела что-то ещё? Я, пожалуй, пойду. Как скажешь. Зачем? Господи, он отдаёт мне честь. Нейтся скрытый оперативник, скрытая ФСБ. Я так и знал. И я прочитал ваши комменты, ребята. Чёрт, Азин, спасибо, что вам... Вообще, чёрт, Азин, не спасибо, что вам нравится, а вообще просто классно. Я удивлён, что ты бы был поосторожнее. Конечно, хорошо, что видео выходит часто. Вкратце, коммент о том, что чувак беспокоится, не умру ли я. Не так, чтобы они часто выходят. На самом деле, я бы хотел тратить больше времени на их монтаж. Не то, чтобы я трачу недостаточно, но я бы хотел тратить больше. Монтажа много не бывает. Знаете-ка, монтировали фильм в Англии. Ну, я это понял. То есть, мы монтировали его недели две-три, а фильм шёл минут десять в итоге. Вообще, мы его срезали до пяти минут, но есть и длинная версия на двадцать. Потому что режиссёр так хотел. В итоге, мы работали над двумя версиями фильма сразу. Ну, было интересно, потому что монтажа много не бывает. Но нет, я действительно много отдыхаю. Бер, сейчас я отдыхаю и поэтому отдыхал, и поэтому роликов было меньше. В общем, спасибо за комменты. Если я бы разбирал их все, это долго. И я такой открыл профиль одного из тех, кто оставил коммент. Или одной из, правильнее сказать. Мне льстит находиться среди этих людей. И мне льстит находиться среди этих людей в том числе. Марию Плюма, я её тоже как бы знаю. Я подписан, чёрт возьми. Правда, видос, наверное, делать больше не будет. Знаете, это тот момент, когда ты смотришь то, что смотрят твои зрители. И думаешь, хм, может быть я должен сделать что-то серьёзное. Какой-нибудь серьёзный влог о своей жизни в Англии или Испании. Ммм. Сколько уже месяцев я хочу такое сделать? Слишком, слишком много, слишком много. Я сделаю, я сделаю. 2018 год, это год, когда я сделаю то, что всегда хотел сделать в 2017. Но что-то пошло не так, и год кончился раньше, чем я успел это сделать. Всё, давайте уже перейдём к нейнтедрю. Ну, задрались уже меня ждать. И мы такие, типа, Евген, давай уже, Нэнси, чё ты тут свою муть разводишь, свой чефир. Давайте пойдём сосать собак. Где тут можно собаку засосать жёстко? У, вот они, это луговые псы. Так, хорошо, я достаю заранее. Чё, пока они не убежали, нужно срочно взять пылесос. Я видел, ты тут был! Луговой пёсик. Так, клетка нам сейчас вроде не нужна, да? Так. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Как они? Они убегают оттуда, вы видели? Они обратно убегают, как это? Я не понимаю. Как надо засосать луговую собаку, чтобы она нахрен отсюда не сбежала? Да, ну одна есть, так всё, твою мать. Не, она не высасывается. Луговой пёсик, давай иди сюда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Две луговые собаки. Я не понял, по какой логике они высасываются? Постой, их четыре, пять луговых собак? Это по какой логике? А какая логика здесь? Я не понимаю логику происходящего. То есть, по какой логике высасывается луговая собачка? А-та что, должна быть прям высу... Ага, понял. Всё-всё-всё. Они должны прям высунуть голову. То есть вот если луговая садочка высунула голову, то мы её с семьёй засосём. Они похожи на... Как они называются? Вот эти они... Как они называются, чёрт возьми? Вот эти карликовые, по-моему, хомяки, точно. Карликовые персидские хомяки. Они дико похожи. Это просто один в один хомяки. Просто так, куда их выпустить надо? Я забыл. Спасти. Но я их спас. Это ещё не выполнено. Отдать новый шланг чейзу отдал. Спасти. А куда их спасать? Чейз, помоги. Я не знаю, куда собак девать. Лучше остаться здесь и поискать новый дом для луговых собачек. Так, новый дом. Так, постой. А куда? Куда можно сбыться? А, вот оно! Кажется, здесь будет отличный новый дом для луговых собачек. Здесь-то я их и выпущу. Мне кажется, всё даже слишком хорошо. То есть такие же ямки. Они, видимо, тут жили. Ладно. Ну, это, по крайней мере, лучше, чем переселение людей в Москве из-за новой программы застройки. Опаньки. Ну вот, малыши, устраивайтесь на новом месте. Я не знаю, нужно было собирать их подписи, согласие на перес... Надо бы проверить. На переселение и так далее. Они ничего не подписали. Они суд потом на меня не подадут. Ух ты, пацаны. Коробка очень похожа на ту, что я нашла возле дома. Я думал, это пациенты. Так, что здесь? Условия принимаются. Нужны все. Вместе с ССС. Фашизм, нацисты, Гитлер. Во время урагана 2 июня. Оплата... Ну, видимо, снимки. В размере 550 долларов после получения. Так, класс. А это чё? Это как? Это что? Так, ну ладно. Надо будет насчёт коробочки узнать. Спасти. Спасли. Сделано. Это ещё не выполнено. Так, а где мне искать приманку для мышей? Мне её что, создать силой мысли? Привет. Возьмите пылесос для луговых собачек. И пацанту дальше. Он мне больше не нужен. Как скажешь. Хотела что-то ещё? Не буду вам мешать. Увидимся. Что тут можно сказать, ребята? А вы колокольчик оставили на потрясающем канале Евгенья Руссу? Опять Нэнси пропустите. Ой, постой. Там не сверкало что-то? Ладно, давайте спросим. Вообще нет заданий для... Как дела? Воин на поляну. Я, наверное, пойду работать. Для спасителя луговых псов. Чуваки, я тут вспомнил. Мы же тут нашли кого-то. На картонах тут гопарь сидел ночью в прошлой серии. Давайте посмотрим. Мы так и не проверили. Какие-то документы лежат. По-моему, их тут не было. Университет Джорджа. Я просто это вспомнил, так как читал вот эту штуку с подсказками. То есть я хотел поискать, что как бы... Может быть, здесь есть как бы подсказка, где искать... Ну... Вкусности. Так, хорошо. Уважаемая Дебора Керку. Дебора, это, по-моему, та, что сидит там за столом сбоку от нас, да? Или не да? Не помню. Мы рады сообщить, что в нашем университете, на кафедре метеорологии факультета исследования атмосферы, для вас есть должность доцента. Она рассчитана на 4 года. Годовое жалобие составляет 70 тысяч долларов. Все, я, короче, поехал в США, ребята. Я теперь доцентом буду. Приступить к работе вы сможете с начала следующего учебного года. 4-х летний срок, максимальное время пребывания на этой должности. И по его истечению мы сможем заключить с вами бессрочный контракт. Ммм, надеюсь, сумма повысится. Все-таки бессрочный контракт. Так, вы дальше можете отговорить собственную команду для участия... Ммм, ну вот это такое. Что-то прям слишком выгодное предложение. Постой, это Нью-Йорк, а тут другие есть бумаги? Просто я не пойму, а тут есть другие бумаги? Не, даже если есть, читать их нельзя. Так, это интересная информация. Найти вкусную приманку для мышей. Что-то сложно, где тут приманку для мышей искать? Парень, может ты знаешь приманки? Повернулась с мышеловкой. Хорошо. Кажется, мыши живут возле стены. Поставь ее туда. Тебе нужно поймать всех. Да и единой. Постой, в подвале, по-моему, что-то лежало для мышей. Поэтому, в принципе, так, это не у этой стены они живут. У какой стены они живут? Просто вы бы уточняли. А, вот оно. Значит, у этой стены они живут. Так, хорошо. Что-то нет. Очень быстро образовался торнадо. Запомните этот важный сюжетный момент, что торнадо... Я, кстати, тоже думаю, что все происходит в одной и той же вселенной. То есть, Life is Strange и вот эта игра, они все происходят одновременно. Все, понимаете, все связано. Все связано. Абсолютно все. Посмотрите, где-то я видел еду. По-моему, то ли на кухне, то ли еще где. Где-то здесь была разложена пища для маленьких грызунчиков. Я вообще обожаю мышей. Мне даже жалко их вылавливать, ребята. Вы любите мышей? Я обожаю мышей. Они такие милые. У меня до тех пор есть мечта, как бы, купить мышь и скормить ее моему котику. Не, ну, я понимаю, что, как бы, это может быть немножко негуманно, но... Черт возьми. В природе же коты ловят мышей, кушают и кушают. Ну, в общем, проблема. Что-то тут ничего нету. Ммм, сложно. Давайте будем приставать к деду. Мне его жалко, но... Мне интересно, что будет. Где сейчас ма? Ее все еще нет? Сгуляла. Нет. Она... Ей пришлось поехать в Чикашей. Сестра у нее там заболела. Я могу чем-то помочь? Может быть... Может быть, это она тебе с другим... Как бы, ну, с другим поработает вместе в магазине. А ты об этом не задумывался, дедушка? Может быть, она нашла себе другого дедушку, более мощного дедушку? Не буду вам мешать. Только не перенапрягайся, хорошо? Да, сейчас перенапрягусь, подожди. Специально, чтобы ты злился. Хорошо, я... Да. Сырное печенье. Лунная крошка, может, это она и есть? Внеземное. Сырное угощение! И тут такой, знаете, намек в виде мыши космонавта. Вчера смотрел, кстати, Салют-7. Ну, знаете, не в кинотеатре, конечно. Дома, в кровати. И неплохо. Я, кстати, не знаю, почему... Вроде этот фильм хейтили, мне кажется. По-моему, вполне себя нормальный. Кстати, 100 монет ушло, 100 пациентов. Я думал, я богат, что у меня 156 пациентов. Что я, как бы, местный... Ох, твою мать, миллионер! Просто мне лень вести нормальную машину, ладно? То есть, вы, наверное, думаете... Евген, что ты, что ты не можешь нормальную машину вести? Так мне лень вести. Это надо напрягаться, думать там. Поставь, по-моему, немножко не туда, как обычно. Ничего нового. Твою мать, пропустите! Я детектив! Что-то пошло не так, да? Хорошая новость. Сейчас может показаться, что всё плохо. Скучать по дому. Скучать дома ещё хуже. Плохая новость. Шутка. Дома гораздо лучше. Там хоть еда есть. Так, я не понял, в чём прикол? Я типа в тюрьму посадил. Ребят, забыл. Я же Дед Мороз. Я же как бы... Кстати, у нас же Рождество сегодня. Всех с Рождеством! Как канутская бейсбольная команда в очередной раз проигрывает. Нет, не смотрю. Можно выключить это говно? Я не люблю спорт. Коко Кринглс, ребята. Коко Кринглс! Постой, я что... Я что сделал только что? Я должен был положить этот шикар... А! Не понял. Так. Я не понял. А! Вот она. Не думаю, что они это любят. А почему она тут лежит тогда? Чёрт возьми. Я случайно съел... Сырное печенье. Что пошло не так? Случайно. Съел сырное печенье, которое было... Что пошло? Я недоволен с собой сегодня. Что-то пошло не так! Да! Наконец-то! Да! Да! Сырное печенье! Чёрт, я сам бы его съел. Как бы я не сильно жалею, что я... Нужно заполнить все ячейки. Поймай всех мышей. Поймай всех мышей. Давай, давайте мышечки, заходите. Нужно заполнить все ячейки. Легко, смотри. Сык, я умею. Опа! А, постой-ка. Я понимаю, их надо закрывать, да? Эй! Эй! Вернись! Чёрт, они теперь будут застревать тут. Так, иди сюда. Легко. Опаньки. Успел. Стери эту ячейку. Ну, без разницы, в каком порядке все это заполнять. Постой-постой. Не-не-не. Вот теперь. Вам кто-то подсказал или не подсказал? Я не пойму. Просто не понимаю. Чёрт возьми так. Это уже интересно. Миши, разворачивайтесь. Миши. Миши, вперёд. Миши, не наглей. Залезай в клетку, сука. Ой, извините меня, пожалуйста. Я хотел сказать, друг мой. Теперь всё должно быть в порядке. Я поймал всех мишей. Я их поймала. Миши, я тебя поймал, застравец. Ну, наконец-то. Теперь нужно куда-нибудь их отвезти. Кладовка над родником на Орчард Роуд расположена достаточно далеко. Выпусти их там. Будет сделано. Мы такие гуманные. Нет бы вот убить этих мышей, сжечь их на костре или поджарить и съесть. Нет же, мы их выпускаем. Эти американцы, чуваки, вот мы в деревне коловили мышей. В 90-е, когда ничего было есть, мы как бы ели мышей. Ладно, я шучаю, я от выдумал только что. Так, Орчард Роуд. Кладовка. Сейчас я всё это выключу. Ферма. Вообще не важно, в каком порядке, кстати, это вводить. Потому что, ну, как бы... Какая разница, когда указывают стрелочки. Всё равно вы приедете в итоге. Так, хорошо. Нам нужно ехать далеко и долго. Хопа, я приехал. Может, что-нибудь интересного найдём в этой кладовке. 100%. 100%. Вообще, очень грамотное вплетение. Все вот эти... О, Мишки убежали. Миш, давай, беги. И сейчас что-нибудь отсюда вылезет. Вендика сейчас выбежит. Сейчас какое-нибудь чудовище из Until Dawn вылезет, нет? Я очень жду игру от создателя Until Dawn. Это как бы такой спин-офф-приквел под названием Impatient. Выйдет он 24 января. Дико его жду. Он будет только для PS4. Более того, только для VR. Я буду в него играть. Я просто вот... Очень хочу уже окунуться в атмосферу психбольницы. Понимаете, Outlast-то не хватило. Ну, к тому же Outlast, ребята. Он всем уже надоел. Никому уже не интересен Outlast. После второй части. Вот, как понимаете, все ждали второй части. Он вышел, все разочарались. Я разочаровался? Я больше его ожидал. Я ожидал, что это будет вау. Оказалось, что просто, ну... Нормально так. Найти безопасность, да? Найти, да. Постойте, ну, получается, я все сделал. Так, поймайте мемушей, найдите мушей. Да, я все сделал. Первая игра про Нэнси, где нету заданий, которые начинаются с начала игры и качаются где-то на десятом часу. Ну, ладно, десяти часовых Нэнси, по-моему, не существует. Существует... Как-то тень у воды существует, где мы проходили часов в шесть, наверное. Быстрее, Нэнси! Буря усиливается. Нам срочно нужно выезжать. Так быстро? Ты едешь в Росте, а мы со Скоттом будем следить за ураганом. За дело. Ох, господи, эти ошибшиеся гладкие... Так, что, брать очень голубую машину, да? Оу, классно, мы увидим торнадо. Росте, ты же его не первый раз видишь. Так, куда едем? Куда мы едем? Ребята, куда едем? Может, подсказка есть, а? Куда мы едем? Где торнадо будет? Ферма, кладовка, наблюдатель... Во, наблюдательный пункт, это оно. Так, ферма. Кладовку убираем, наблюдательный пункт. Скорее, что торнадо уедет. Сейчас Рэчел Эмбро успокоится. Торнадо не будет. В общем, как всегда. Постой, или мы уже уехали? Так, мы уже в какой-то заднице. Разворачиваемся. Все, ребят, выезжаем из задницы. А, все. Мы, наверное, будем... Фростей, обращай внимание, я немножко выпил. Поэтому мы и будем ехать, как на космическом корабле. Вот здесь уже начинается жесть в виде злых облаков. Смерть в другой стороне. Смерть в другой... Так, смотри. О, нет. Черт, видеокамера сломалась. Вот, почини ее. А я сделаю пару снимков. Как... Как... Как чинить? Для переведения настройки разместите последовательно 4... Последовательно черные и красные цифры от 1 до 88. Каждый следующий номер должен соединяться с предыдущим по горизонтали, вертикали или диагонали. Ну, вроде не сложно, не? Просто я не совсем понимал их. То есть все красные цифры на месте нужно соединить черные. Постой, а восьмерка, по идее, с девяткой должна соединяться. А там или нет? Что-то не пойму. Ну, ну... Что-то сложно. Может быть сюда зафигачить, а? Так, хорошо. Девятка. Девятка будет здесь. Десятка... Десятка здесь. Так, 11. Так, дальше идет 13. Постой, а как 14 будет? Как вот это все будет соединяться? Что-то мне кажется, мы сделали все неправильно, ребята. Все, откат. Откат. Все, все пошло не так. Все идет не так, как надо. Восемь... Ну, они по диагонали, по идее, могут соединяться, да? Значит, так, девять. Девять сюда. Фигачим. Так, десять. Десять сюда. Ну, одиннадцать здесь находится. Черт, тебя за ногу. Как быть? Двенадцать. Постой, а то сюда можно 13, значит, зафигачить, да? Черт возьми. Это так сложно. Я никогда не видел таких сложных паззлов в играх. Самая сложная игра на свете, ребята. На Интене. Так, хорошо. Здесь у нас все соединилось. Дальше берем 14. Объединяем вот сюда. Убираем вот 16. Сто процентов сюда идет. Медным исключением будем работать. И у нас все получится. Черт, мне нравится этот пазл, на самом деле. Просто он немножко потный. Я бы так его описал. Как раз вовремя. Спасибо. Кажется, у нас проблемка. Воронка идет прямо на ту постройку. Э, так это плохо. Ребят, кто там живые-то есть? Люди, уходите из постройки. Нихрена себе, Рейчел. От сарая не осталось и следа. Надеюсь, там никого не было. Я надеюсь, там не было луговых собачек. Дорнадо скоро исчезнет. Ну давай, собака прилетает. Сейчас кажется, что камень сломает. Я ничего не записал. А ты сказала, что ее починила. Но я ее починила. Давай вернемся на ферму. Он все саботировал. Вот он преступник. Он преступник. Все, дело раскрыто. Фрости. Он все саботировал. Он дал мне сломанную камеру, чтобы меня подставить. Потом он говорит, типа, не, она не работает. Фрости, ребят, все. Мы определили. Лысый из Бразерс виноват. Это Хитман. Хитман во всем. Конечно. Еще бы. Сами торнадо просто потрясающие. Но сегодня я поняла, что мне не нравится то, что они делают. Мне Фрости не нравится. Большинство исследователей часто не думают об этом. Охотиться за торнадо – занятие увлекательное. Но не стоит забывать об их разрушительной силе. Торнадо наносит огромный ущерб. Вот невезение. Какой неудачный день. Увидеть ИФ-3 и не записать на камеру ни секунды. И все из-за тебя. Это лысый. Что значит из-за меня? Как сказал Фрости, ты не смогла вовремя починить видеокамеру. Но это неправда. Я успела ее починить. Знаешь, мне не нужны оправдания. Я хочу, чтобы такого больше не повторилось. Все. С подслушного диалога его и этой Дебры, или как ее там зовут? Ну, шлюх, который там за столом сидит. Ну, почему я обозвал ее шлюхой, вы спросите меня. Вы скажете, Евген слишком злой. Нет. Они строят козни против вот Скотта. Меня. А теперь, потому что я, видимо, им мешаю. В общем, засранцы. Одно слово. Засранцы. Как дела? Пока не родила. Что вы собираетесь делать сейчас, после получения степени? Честно говоря, я... Я еще не определилась. Я обдумываю варианты. Я, наверное, пойду работать. Удачи. Я твои варианты эти, знаешь, на столе видал. Уже поздно, Нэнси. Почему бы тебе не отложить свои дела до завтра? Я знаю, я знаю. То есть, если я сейчас пойду вниз, Фройте 100% не даст никакое задание, потому что... Ну, вы поняли. Вы поняли. Честно, Краунмайстер позвонит и будет бомбить. Привет, Нэнси. Судя по всему, нам предстоит очередной насыщенный день. Прежде всего, у нас сейчас возникли серьезные проблемы со связью. Честь добавил в GPS-навигатор и местоположение антенн связи. Поезжай, пожалуйста, туда и выясни, что с ними не так. А еще Чей спросил тебя зайти к нему, когда вернешься. Все ясно? Ну... Да. Пожелуем позже. Удачи! Я не знаю, что-то могло быть не ясно. Ребята, ни у кого нет заданий для... Для молодой воительницы пустыни? Эм... Я имею в виду на Инсидрю... Ух ты, тут вопросики новые зародились, интересно. Па сказал, что вы спрашивали его об рук. Это правда? А? Нет. Это неправда. Ну, я не знаю. Но он так сказал, скорее выглядит как то, что, ну, на заборе, знаешь, написано. А... Не буду давить. Ну, может, Па ошибся. Наверняка. Я не из тех, кто интересуется личной жизнью своих коллег. Да, но Па был очень убедительным. Послушай, мне кажется, тебе стоит меньше болтать с Па и больше времени уделять своей работе, Нэнси. Не забывай, что у тебя есть задания. Выполняй их. Ладно, ладно, Скотт, успокойся. Чё ты такой злой? А, понял. Борода сидит. Вот чё ты такой злой. Борода не нравится, так покрасил бы. Почему вы не решите проблемы с мышами с помощью кота? Коты? Забудь об этом. У меня на них страшная аллергия. Конечно, мыши раздражают, но из-за них я не чихаю. Знаете, мне жаль, Скотт. Аллергия на котов. Как же приятно, когда дома есть маленькая киска. Понимаете, киска, она создаёт атмосферу в доме. Она всегда в доме уютнее с киской. И вообще, ты живёшь на 10 лет дольше, если у тебя в доме киска, ребята. У вас ещё нет киски дома, заведите её. Видите, там кошаки бродят на улице, как блохаста. Возьмите домой какого-нибудь. Не буду мешать вам работать. Круто. Просто берёте за шкирку кота, кидаете его к себе в дом. И такие, типа, всё, тут будешь жить. Мне нужно, я хочу жить дольше, я хочу жить вечно. Мне нужен кот для этого. Фрости, я хочу с тобой поговорить насчёт вчерашнего. Ты же меня подставил, ты это знаешь. Что случилось? Скотт сказал, что вы не смогли заснять на камеру тот торнадо, что мы видели. Как же так? Так получилось. Не знаю. Ты сказала, что починила камеру, а оказалось нет. Неправда, я её починила. Нет, не починила. Можешь сама посмотреть, если хочешь. Она там, наверху. Я тогда так волновался, что не подумал проверить камеру ещё раз. И в какой-то мере это и моя вина. Я попросил Скотта быть помягче, и он послушал меня, раз ты ещё здесь. Слушай, в этот раз нам не повезло. Будем надеяться, повезёт когда-нибудь ещё. Такое бывает. Забудь об этом. Я, наверное, пойду. Пока. На твоей лысой голове хрен забудешь. Так, она наверху. А где? Вот это камера, что ли? Не пойму. Так, нет, это журнал. А где камера? Куда ты её делал? Вот вроде что-то похоже на камеру лежит. Просто на самый верх заглянуть у меня не получается, потому что... Я не знаю, видимо, я довольно проблемный человек. Где камера? Где, чёрт возьми? Куда ты камеру засунул? Где камера наверху? Ты о чём вообще говоришь, чувак? Где она? Вот она, видеокамера. Там, наверху. Это очень расплыв. Я читаю понятия, Фройст. Ты задолбал. Так, окей. Но я же её починила. Надеюсь, там никого не было. Торнадо скоро исчезнет. Так, окей, да. Действительно, мы ничего не засняли. Это странно. Давайте зайдём к Чейзу. Возьмём... Давайте обманем систему. Возьмём два задания сразу, чтобы выполнить двух зайцев одним образом. Нэнси, ты как раз вовремя. Я тут хотел собрать коробку передач этого автомобиля. Я девушка. Но поскольку ты здесь, и Дебби сказала, что тебе можно давать любые поручения, то я так и сделаю. Ребята, вы мной просто пользуетесь. Нэнси не какая-то проститутка. Мне нельзя давать любые поручения. Что дальше будет? Я должен буду играть ма для па или что? Мне что, парик надо будет нацепить? Так, но я не знаю, как собирать коробку передач. Но я не знаю, как собирать коробку передач. Женщина, это не женское дело. Это легко. Тебе нужно установить шестерёнки на три горизонтальных вала. Для каждой из них есть выемка. И нужно только подобрать шестерёнки правильного размера. Ну, ещё нужно следить, чтобы они касались зубцами, но при этом не перекрывали друг друга. Это несложно. Просто будь настойчивой и не бойся ошибок. Чёрт возьми, это несложно. Просто будь настойчивой и не бойся ошибок. Это похоже на пустое перед свиданием какое-нибудь такое, типа... Ничего не получится. Шестерёнки будут друг друга перекрывать. Простите меня, пожалуйста, я немножко кашлянул. Я не болен, просто... Ну, по-моему, был наоборот. Вот. Это тема, это мне нравится. Никогда не любил машины. Я предпочитаю общественный транспорт. Мне кажется, общественный транспорт это вообще будущее. Кому нужны эти потные автобусы, в которых ты... Ааа, вот он, как порядку надо. Так, окей, всё. Всё, так больше... Так, убери это. Нейте, убери! Всё, так нормально. Так, хорошо, снимаем шестерёнку. То есть они по очереди одеваются. Ну, наверное, это логично, да? Наверное. Так, хорошо, сейчас вот мы одеваем эту фиговину. Так, маловато. Нужно одеть что-то нормальное. Вот так, а если теперь... Постой, а ты... Надо не одеваться, что ли? Так, не понял. А чё ты не одеваешься? Видимо, она великовата, да? А я тебя зелёненькую отсюда нацеплю. Опаньки. Ну-ка, заведись. Ааа, окей, то есть всё должно совпасть. Так, ладно, а я себя вот это для теста одежу. Так, не, маловато. Нужно найти подходящий размер, ребята. Сами знаете, с размером иногда бывает туговато. Так, хорошо, давайте посмотрим. Может быть... Ох ты, идеальный кандидат. Смотрите. Хааа, пошла жара. Всё дело в том, чтобы подобрать правильный размер, если вы понимаете, о чём я. И вот тут Евген Мастер по подбору размеров подобрал все размеры и опа, она завелась, кобылка. Хорошая работа, Нэнси. А теперь иди сюда. У меня есть ещё одно задание. Можешь отнести Скоту это письмо со сметой? Это за всё, что нужно сделать с машиной Пита. Когда Скотт посмотрит и подпишет смету, я дам отмашку автомастерской. Хорошо, я отнесу ему смету. Спасибо. Типа там чек, и написано, сколько нужно в день положить. Хотела что-то ещё? Не буду вам мешать. Как скажешь. Видите, я молодец, я сделал. Отдать Скоту смету, осмотреть, посмотреть. Антенну ещё не починили. Что же, ребята, я молодец. Я определённо молодец. А пациенты нет, мне не дали. Жалко. Я понимаю, что это как бы задание такое общее, но могли бы пациенты дать. Незвежливость. Да. Чейз попросил отдать вам эту смету из автомастерской. Да, он предупреждал меня. Я займусь этим, спасибо. Удивительно, как много вреда. Я думал, он сейчас откроет её и скажет, сколько они там охренели, что ли, такие деньги брать? У нас их вообще нету. Я примерно такого бы хотел увидеть, но чего-то такого нет. Да, причинились замёрзшие капли воды. Всё потому, что из-за восходящих потоков воздуха они достигли размера бейсбольного мяча. Это Фрости? Да, это был Фрости. Послушай, спустись вниз и выясни, что случилось, хорошо? У меня нет времени на эти истерики. Фрости, у тебя животик болит? Ты что, наебнулся, малыш? Нэнси, иди сюда. Откуда ты только не расстраиваешься? Ну, у нас здесь, кажется, серьёзная проблема. Мыши. Одна из них была на клавиатуре. На клавиатуре, Нэнси! Это уже беспредел. Ну, ты девяносто, это нормально. Скажи спасибо, что они у тебя деньги не отжимают. А вы боитесь мышей? Что? Кто? Я? Боюсь? Нет, то есть... А это что было? Аааа, 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 у меня маска, маска. Если они будут везде бегать и неожиданно выпрыгивать, и... Ну ладно, это я кричал, хорошо, это и кричал я, но до этого кто кричал? И с этими крохотными розовыми лапками, тонкими хвостиками. Ну да, да, я ужасно боюсь мышей, довольно. Просто я не могу сосредоточиться, когда они тут везде носятся, сломя голову. В общем, кому-то вроде тебя нужно от них избавиться. Ну, пожалуйста. Я постараюсь. Слава богу. Ах, класс. Ну, и чего же ты ждёшь? Лови их. О, ёмать, опять за печеньем ехать, да, Фройсти? Да? Опять за печеньем ехать, да? И всё мне делать. Всё как обычно. Так, извините, это... Гепатит мозга. Сейчас съезжу за печеньем, всё будет... Постой, у меня денег нету. У меня, по-моему, денег не хватает. Они сто... Пациентов стоят. Ой-ё-ё-ё. Ну, скидка мне, по, наверное, не даст, да? Наверное, не даст. Я приехал! Хорошо, постарался. Части антенн валяются повсюду. Не. Хорошо, сыграем в игру. Подставь фигуры в нужное место. Что? Что может пойти не так, ребята? Части антенн валяются повсюду. По-моему, вот части антенны здесь не хватает. Всё. А, когда я их ставлю правильно, они сразу, как бы, застревают намертво. Да не хрен делать. Это легче-легче. А, их можно ещё и переворачивать. Так, ещё интереснее. Вот оно. Мне нравится. Вот такие мини-игры. Я готов в них играть вечно. Вот оно. Класс. Не, серьёзно, я обожаю такое. Мне нравится. Вот это интересно. Вот это веселье. Так, хорошо. Куда тебя вставить? Опаньки, вставилась. Ну, я чувствую, это новое призвание Нейнси. Заниматься ремонтом антенн. Как я понимаю, чем ближе детальки к одной из антенн, тем, как бы... Я ему пойду. Всё, тоже надо что-то вставить? Просто далеко и хрен пойми, куда что-то тыкать, как бы. Евген не может пойти, куда ему тыкнуть. Опа. Просто отвалилась. Не то. Давайте поставим там более простую деталь. Вот эта большая, она должна же где-то вставить. Ох, поставьте, треугольничек. Давайте его возьмём. Вот, по-моему, это прямо точно отсюда. Ну, или почти нет. Что-то пошло не так. Вот что я могу сказать. Так, хорошо. А если я вот так тебя крутану, а? Деталь. Так, так тоже не пойдёт. О, вот он. Я нашёл. Я нашёл. Так, секунду, я поверну правильно только. Да, она встала, ребята. У меня встала деталь. Моя деталька встала. Может, если тебя вот так развернуть? Так, нет. Так, так тоже не подходит. Ох ты, вот я нашёл. Вот оно. Да, всё пока что... Какая огромная деталь. Даже куда же мне вставить эту деталь? Я не разбираюсь в таких больших деталях. Я... Опа, я нашёл. Нужно поедать... Я всё смотрю на контуры сзади. И мне кажется, я зря это делаю. Надо просто, как бы... Просто, ну, на глаз более-менее смотреть, где чего не хватает. И, как бы, подставлять нужные нехватающие детальки. Вот здесь, по-моему, вообще всего в достатке. Вот у меня такое ощущение, что деталь... Ну, как бы, а где-то тут должна стоять, но вот хрен пойми, где я. Так, хорошо, ты куда встанешь? Ну, давай, вставай. Ох ты! Не-не-не, не отваливается. Так, хорошо, может быть, её сюда нанечу. Она как будто куда-то должна встать, но хрен пойми, куда. Я не понимаю. Здесь, типа, треугольничка что-то должно быть. Вот эти две я вообще сейчас не могу понять, куда их надо девать. Может, сюда? Не, сюда они криво встают. Явно не сюда. Постой, может... Ох ты! Нет, не-не-не-не-не. Чёрт возьми, это сложнее, чем кажется, ребят. Присобачьте эти детали. Это, чёрт возьми, это испытание. Постойте, они сюда, нет? Нет, я уже всё опробовал. Они не хотят вставать. У меня не хочет вставать, ребят. Что мне делать? Что делать, когда не хочет вставать? Ох ты, ещё деталь нашёл. Ну-ка. Тебя куда... Вот эту тоже не могу придевать никуда. Что за проклятие? Несколько деталей, и не знаешь, куда их деть. По идее, вот... Не-не-не, не встаёт, ребят. Не встаёт, у меня не встаёт. Постойте, а если сюда... О, да! О, да! Е-бой! Е-бой! Оно встало. Так, а чего ещё не хватает вам для счастья башня? Мне кажется, вот это вот сюда должно встать. Мне кажется... Да! Победа, ребят, что-то... Что-то, чего-то мы добились. А вот... Может, это вот так стать? Нет, вот здесь он просто напрочь отказывается стоять. Вот здесь мне хватает треугольника. Это явно... О, вот оно! Вот он нашёл! Вот она как ставится. Вот эти две вообще не понимаю, куда ставить. Просто проклятые детали. Непонятно, куда ставятся. Может, здесь чего не хватает, а? Просто я не понимаю. Как будто вот здесь чего-то не хватает. Ну, непонятно чего и как это приделать. О, вот оно как приделать! Чёрт, ази, вот я правильно метил, но не той стороной. А так, теперь они и будут работать. Что это? Где? Наверное, это уронил кто-то из команды Скотта. Не пойму, это... Ма... Максимус? Это что за ключи такие? А что с музыкой? У-у-у, что-то пошло не так. Нам пизда, ребята. Это пизда. Это... Жесть. Это кошмар. Может, нам... Может, Нэти может бежать? Нэти довольно долго осознавалась всю тяжесть ситуации. Ди перекресток, 999 километра. Это дорога не ведёт к ферме. Что происходит? 999 километра. Кто-то запрограммировал навигатор, чтобы он давал неправильные указания. Пункт назначения... Достойки. Пункт назначения шо? Путь внимательный. Вы прибежаетесь к пункту... Пункту назначения. Чё-то здесь надо быть... Чуваки, тут машина застревает как-то жёстко. И с ней нужно быть осторожен. Вот большая машина, дико неудобно. Ошибка. Вернитесь в пункт отправления. Иди нахрен. Постой, ну вроде всё правильно. Да, мы приехали обратно. Класс. Но кто же поломал мой навигатор? Чейс, может быть ты знаешь? Ты же у нас как бы по машинам. Привет. Это вы чинили GPS-навигаторы? Да, я. Ну, мой попытался меня убить. Кажется, его перенастроили, а не починили. Что он сделал? Попытался на... Нет, он сказал 999, 999 километров, если перевернуть 999, получится 666. Это число зверя. Меня попытались проклясть, но сделали это в завуалированном. Надо следить. Править меня прямо к урагану. Прости, Нэнси. Я просто поставил обновление и... Прости, пожалуйста. Кажется, с твоим произошёл какой-то сбой. Я к вам позже зайду. Как скажешь. Нефиг было iOS 11 ставить. Она как бы немножечко не очень. Ладно. Ну, что-то хорошее мы сделали. Отдать Скотту смету. Узнать почему. Поймать мышей. Это ещё нужно сделать. Узнать, что случилось с GPS-навигатором. Люди, люди, помочь чем-то надо. Наш Прости так необычно кричит. Правда? А он часто так делает? Интересно. О да. О да. Он у нас такой неженка. Когда я услышала его крик, то подумала, что это моя младшая сестра. Я подумал, что это Бесс залезла в подвал и что-то там кричит. Ну, как обычно. GPS-навигатор хотел направить меня прямо в сторону урагана. Это произошло после того, как я починила антенны. Не хочу показаться параноиком, но я думаю, кто-то нарочно это сделал. Ты уверена, что правильно им пользовалось? Абсолютно. Я попрошу Чейса его проверить. Что ещё случилось? Чейс получит максимум давления на себя. Что ж, пойду поработаю. Удачи! Нет ничего лучше, чем пойти и немножечко поработать, да, ребят? Конечно же, нет. Да. Я, наверное, пойду. Ребят, что скажете, если мы микросхемки пособираем? Нам всё-таки нужна сотенка спа-центов, ребят. Нам нужно 100 спа-центов. И тогда мы сможем купить себе, ну, или новый плоский экран. В каком месте он плоский? Он такой же плоский, как грудь Анны Семенович. Ладно, неважно. Как грудь Анфисы Чеховой. Как мышка моего компьютера. Или твоего компьютера. Неважно. Давайте заработаем 100... Нам нужно заработать 45-44 спа-центра. И тогда мы сможем с вами, наконец-то, купить сырный крекер, чтобы спасти мир. Что же, я заработал 100 спа-центов, и теперь я могу купить печеньки. Надеюсь, больше, чем нужно, кстати. О, мой любимый покупатель. Ну, что, черт возьми, тут можно сказать? Тут можно спросить. Скотта и его команду всегда преследовали неприятности. Я бы сказал, они реально смотрят на вещи. Если ты гоняешься за торнадо, то хорошо понимаешь, что сам напрашиваешься на неприятности. Но, я слышал, в этом году им особенно худо. Не буду вам мешать. Только не перенапрягайся, хорошо? Я думаю, какая-нибудь бабка сглазила. Знаете, такая, которая, типа, будет вам 7 лет несчастья за то, что вы травите моих луговых собачек. Аф, 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 луговая собачка. Так, хорошо, что могло пойти не так? Я взял себе маленькую машину, а маневрений быстрее. Вообще не знаю, зачем этот красный пикап там есть. Ну, я имею в виду для простых перемещений. Машина Нэнси огонь. Такая быстрая, юркая. Как юркая, которая у меня под столом сидит сейчас. Да, юрк, ты быстрый, ты юркий? Да, я быстрый, я юркий, потому что я юркая. Ну, вы поняли, ребята. Так, хорошо, что могло пойти не так? Где у тебя крысы прячутся? Я не понял, где? Куда ты их спрячешь? Где ты держишь своих мышек? Ох ты, вот оно. Так, хорошо. Главное, случайно сейчас не съесть самому, потому что, знаете ли. Я вот не знаю, зачем мне целую кучу печенья? Она могла бы одну коробку использовать все время. Кстати, крысы прям как настоящие, они супер реалистичные. Вернее, Миша. Миша, иди в мышеловку, засранец. Маленький сукин сын. Евген, почему ты так обижаешь Мишку? Потому что Мишка засранец, я уже сказал, он сукин сын. Он саново бич. Опаньки, все, сейчас мышку поймаем. Все, заарканил зверя. Что мышь сюда нет, я не понимаю. Ладно, все, запрем мышь здесь, ребят. Потом остальных мышей будем сюда, как бы... Ну, вы поняли. На самом деле, так даже проще. То есть, вот я беру, разворачиваю мышь, но что-то не то происходит в этот момент. Так, класс, класс, класс. Постой, постой. Не-не-не, внутрь, сюда, глубже. Проходи глубже, мышь. Видимо, не успевает срабатывать унимация, и происходит дичь. Так, хорошо, пропускаем мышей дальше здесь, на этом погранпосте. А почему? Черт возьми, тут столько всего. Нужно, как бы, за столькими, как бы, вещами уследить разом, что я вообще не успеваю. Я просто не успеваю, слишком сложно. Миши, Миши, быстрее. Что-то, азет, какой-то контроль в аэропорту. Я должен пропустить мышей. Мишей. Так, вот так. Сейчас они снова будут прокручиваться. Все, у Евгены все схвачено, как обычно. Ничего нового. Так, постой, надо запереть Миш. Миш идет сюда. Следующая Миш. Миш сюда. Давай, иди сюда, Миша. Чуть, мишка не убежала. Не волнуйтесь, ребята. Вам понравится новый дом. Или нет. Ну, вас никто не спрашивает, Миша. Вы, у вас нет рук. У вас лапки. Вы не можете подать на меня в суд. Правильно? Правильно. Значит, я могу делать с вами все, что захочу. Ладно, все, больше, все. Я серьезно играю. Все, серьезный гейплей. О, геймплей. Простите, пожалуйста. На институте слишком веселая игра. Я не могу воспринимать ее всерьез. Мне слишком весело. Получаю слишком много тонн удовольствия. На один квадратный километр. Так, хорошо. Мыш. Я не знаю. Я бы не поступил с ними так гуманно. Возможно, я живодер. Но, черт возьми. Я бы не поступил с ними так гуманно. Хотя, не понимаю. Я бы хотел себе мишку. Такую мишку себе. Ну что же. Все миши теперь живут там. Будет очень забавно, если потом мы с ними окажемся вместе в этой кладовке в какой-то момент. Уж не знаю, при каких обстоятельствах. Но придумайте какой-нибудь свой сценарий, ребята. При каких обстоятельствах Нэнси может оказаться в кладовке с тонной мышей, которых она отловила. Окей. Это мы сделали. Это мы сделали. Ну что? Все. Можно спать. Можно ложиться спать. День окончен. День окончен. Прежде всего я хочу, чтобы ты поймала и увезла мышей, которые бегают возле стола. Они начинают меня раздражать. Я же их поймал. Что ж. Пойду поработаю. Удачи. Постой. Снова печенье и мыши? Снова опять? Ладно, я понял. Я понял. Я понял. Да. 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 Снова ловим мышей. Да. Поймать мышей у столовой. Да. Снова ловим мышей. Ну что, спасибо будет. Что случилось? Какая? Конечно же. Я знал, ты меня не отблагодаришь. Паску. Тварь. Морозь. Синтоловая лысая голова. Я думаю, он синтол закачивает под голову. Так. Нам нужны снова спа-центры. Нужно заработать 85 спа-центров. И тогда мы сможем... Мы сможем забрать печенье и отловить мышей. Как обычно. Ничего нового. Ничего не меняется. Нэнси Дрю очень игра, которая следует традициям. Ловить мышей. У меня есть 95 даже больше спа-центров. И теперь я могу взять... Да, печенье. Ой, ебуты. Да я и взял. Чем могу помочь? Нечем. Нечем. И да, я не буду перенапрягаться. Приятно было поговорить. Приходи сюда еще. А-а-а. Новые фразы выучил я. Не знал, что ты так можешь. Все, поехали, ребят. Спасать положение. У нас есть сырное печенье. Теперь мы сможем спасти Дебору от мышей. Потому что... Мыши это страшное оружие судного дня. Сейчас я кружок только нарежу. Здесь круг подсчет. Там лимузин что ли проехал? Нифига же. Скинь себе. Миш, готов. Я тебя ловить буду. Печенье. Любимое печенье Миши. Ох ты, это Миш. Какая она милая. Она как настоящая. А сам тебя я не поймаю. Они что, настоящих мышей вставили в игру? Или вообще как они это сделали? Это все. Не волнуйтесь, ребята. Вам понравится новый дом. Конечно. Ладно, упускаем третью партию. И последнюю, надеюсь, партию мышей. Да, идите, Миши. Вы свободны. Миш, беги. Все, гуляй. Принеси пиво. Миш. Ай, ладно. Ни на кого нельзя положиться. Хотел, чтобы Миша мне пиво принесли. А Мишки просто взяли и убежали. Это как олимпийский Мишка 80-й. Он взял и улетел. И все, ему пихать было. Ему пофиг было, но людей, которые его ждали. Он просто взял и улетел. Ладно, все, достаточно. Все, достаточно. Я вернулся, люди. Я приехал. Я выполнил ваше задание. Что теперь? Вообще, ребят, когда мы нанимались детективом, чтобы расследовать странные вещи для Кралмайстера, надо было где-то подписать, что мы не хотим заниматься дичью, типа, ловлей мышей. Надо было где-то договориться на эту тему. Я бы это сделал. Как дела? Пока не родила. По-моему, у вас полно мышей. Да, это большая проблема. Но мы стараемся ее не замечать. Бороться с мышами ни у кого нет времени. Думаю, их привлекают кучки зерен кукурузы, которые я повсюду нахожу. Именно. Я не видела здесь никакой кукурузы. Кучки мусора, да, но кукуруза? Скорее всего, сами мыши и собирают эти кучки зерен. Не знаю, может, запасаются на зиму? Поговорим позже. Удачи! А сейчас вообще какой сезон тут написано? Нет, тут Крюкан. К сожалению, ничего не написано. Мне кажется, этот Крюкан это и был намек на следующую игру. Кстати, вот эти две игры, по-моему, Тенью воды и Торнадо, вышли в один тот же год. Знаете, именно из этого, мне кажется, локации маленькие. Персонажей относительно немного. Ну и проработанная незаметно меньше в плане сюжета. Мне кажется, вот из-за этого мы видим, как бы, вот такие две пасты. Ну, окей, Тенью воды, Тенью воды, она прикольная. Но вот эта игра, она интересная, но, мне кажется, могла быть лучше. Мне кажется, если бы Хер Интерактив не пытались разрабатывать в тот год, 2013-й, две игры подряд, или 2012-й, хз, не помню какой, то, возможно, было бы лучше. Потом, когда они стали одну игру в год, мне кажется, вот это было нормально. Самое лучшее. Все, я наработался. Дебби, привет. Что нового? Прости, я немного взволнована. Мы обнаружили фронт, который может образовать сверхъячейку, а может и несколько. У нас уже все подготовлено, так что мы выезжаем прямо сейчас. Ты едешь с Чейсом. О, смотри, господи. Это что? Кого-то убило? Ого, это была розетка от телефона Скотта. Забудь, о чем я говорила. Останься здесь и почини телефонную линию. Скотт рассердится, если он вернется, а телефон сломан. А я сейчас введу все необходимые данные и уеду. Вперед, иди почини телефон. Давай. Да господи. Но как я его починю? Я никогда раньше этого не делала. Думаю, нужно просто заменить проводку. Я видела, как ты работаешь. Уверена, ты справишься. Ты сидишь за своим обрыганным столом, ничего ты не видела. Извините, меня за мою грубость просто. Понимаете, мне не нравится, когда... Тут вообще-то пожар может быть. Может быть. Я не знаю, что тебе подпускать улики. Это еще не выполнено. Так, пойдите. Поехали. Уже еду. Это еще не выполнено. Так, я у кабинета узнать, что он скрывает. Ну, я не очень уверен, как чинить здесь все. Так что, давайте пока смотрим его кабинет. Здесь нужен ключ. Что-то такое. А у нас что-то такое есть. Да. Как же нам повезло. Канудский колледж. Совершенно конфиденциально. Уважаемый профессор Варнал. Комиссия по кадрам Канудского колледжа завершила проверку вашего случая и сообщила свое решение. С сожалению, сообщаю, что в этом году мы не сможем предложить вам штатскую должность профессора. То есть они... То есть, по сути, этот чувак хочет сбежать, стать профессором и зарабатывать неплохие такие деньги. По мнению комиссии, вы не соответствуете уровню колледжа. Наши стандарты четко определяют качество кандидата на штатную должность. И описано в разделе. Оспорить наше решение. Понятно. Вкратце его не хотят принимать. Это... В принципе, это достойно. Я не знаю, правда, зачем ему саботировать группу для этого. Это, ну, довольно странное решение было бы, как по мне. Так, посмотрим. Может, у него что-то еще тут есть. Да, календарик вот, например. Апрель. Это как будто какой-то ребус. Не АВ. Ну, как будто какой-то ребус, вам так не кажется? У меня, кстати, тоже календарик вот слева висит. Не такой красивый, конечно, без торнадо и всяких дымовых чего-то там. Но функциональный. Поискать улики, починить пока скот не на месте. Это еще нужно сделать. Ну, мы, значит, не все осмотрели. Так, посмотрим здесь. Здесь все. Что еще нельзя было осматривать, пока скот был на месте? Не, ну вот это место я уже детально осмотрел. Просто всеми правдами и неправдами. На лезвии что-то есть. Пахнет, как охлаждающая жидкость. Так, это интересно. Что с радио? Давайте выключим его нахрен. Но нам не нужно. Посмотрим. Это все? Есть. Да, поискать улики в других местах нужно. А теперь, как нам чинить проводку? Тут же вот эта штука ведь отлетела куда-то. Я просто не очень уверен, как чинить проводку. Есть идеи у кого-то? Черт возьми. Там же все сгорело. Как можно? Как? Просто... Просто как? 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 Как вот так вот можно все починить? Вообще, откуда, куда ее чинить? Ее нужно зациклить, что ли? Я просто не совсем понимаю, как чинить проводку. Меня зациклить ее? А можно сделать как-то перекрестие проводки? Давайте узнаем. Мне интересно. Ну-ка. Мне просто интересно, можно ли ее зацикливать. Или нет? Как бы мы можем кружочек вот... А можем, значит. Ну, по идее. Так, если я назад вернусь. Ну, у нас-то... А! А! Вот оно как работает. Хм. Интересно. В конце, то есть, можно прямо вот сюда вернуться. Так, это хорошо. Да. Это, конечно, да. Это приятно. Это приятный бонус нашей профессии. Мне кажется, все просто, да? Пока что все получается. Проходим по краям. Возвращаемся сюда. Еще все красиво сейчас будет. Это победа? И все должно быть в порядке. Вот так. Готово. Я не думаю, что проводка чинится вот так. Но... Откуда этот звук? Это как... Какой звук? Парень в первый раз видит торнадо. Пока ты заботишься о том, чтобы все выглядело как надо. Ты знаешь, о чем я? Послушай, я знаю, что делаю. Это голос Скотта. Эта гарнитура связана с его сотовым телефоном. Интересно, с кем он разговаривает? Это хм. Учитывая, на каком он расстоянии, по блютусу это никак передаваться не может. Это вот сейчас это бред. Этого быть не может. То есть, как гарнитура подключается к телефону? По блютусу. Гарнитура не может на таком расстоянии. Он же явно не где-то там за крыльцом находится. Где-то у дома. Если бы он был сейчас у дома, я бы понял. Но он явно не у дома. И... Ну, скорее всего. И то, что я слышу его, как бы, сейчас через гарнитуру, это полная бред. Брехня! Черт возьми. Впервые в Нэнсе я вижу абсолютно неаутентичный момент, который просто не связан с реальностью. Опять же. Две игры за год разработали. Ммм... Качество хворает. Хорошо. Ты сможешь и дальше играть свою роль, чтобы никто ни о чем не догадался. Брук, никто ничего не подозревает. Брук? Так зовут руководителя команды соперников. Чё-то стрёмно, не? Продолжай в том же духе. Выполняй свою часть уговора. У меня всё под контролем. Играть роль? Чё-то стрёмно-стрёмно. Мне не нравится. Играть роль. Выискать улики. Так, почините. Это сделали. Пора искать улики дальше. Чё-то меня напрягает этот разговор. Очень странно. Как бы зачем Скотту саботировать своё собственное дерьмо, скажем так? Зачем? Это я совсем не понимаю. Понимаете? В этом нету смысла. Начнём с этого. Это абсолютно бессмысленное занятие. Так, тут что-то красным вроде горело. Или мне показалось? Нет, здесь читать мы как бы ничего не можем. Я удивлён, что вместо деби нельзя проверить. Ну что, в неё ноутбук даже заглянуть не можем. Ну, вроде как да. Вроде как не можем. Может быть здесь что-то есть? Я не очень понимаю, что мы ищем здесь. То есть тут есть какие-то странные места, в которые можно заглянуть. Но хрен там. Там ничего нету. Так, вот. Вот это уже интересно. Здесь ничего нету. Прямо из Германии. Дорогие машины. Что-то я не очень понимаю. Что мы ещё тут найти пытаемся? Вот фотки всякие разные. Что мы тут пытаемся найти? Вроде ничего такого криминального ни у кого нет. Вот у Скотта немножечко криминал, конечно. Но... Всё нормально, поискать улики. Я это ещё не сделала. Что ты не пойму. Какие ещё улики ты от меня хочешь? А, Нинься. А, точно. Рабочее место чейза. Вот что мы ещё не проверили. Странно, что у Деби там всё чисто. Чёрт, меняется, что тут дождь идёт? Это... В этом есть романтика, понимаете. Романтика. Так, посмотрим. Вот здесь мы не были. Вот здесь мы вообще... Похоже, чейз наступил в лужу нефти, которую я видела возле блока управления системой орошения. Или здесь есть другие лужи? Ммм, ну да, уже интересно. Это ещё нужно сделать. Значит, не все улики нашли. Мы сможем ответить галочкой, когда... Все улики. Так, а тут что? Пациент этот... Ну... Знаете, повезло, повезло. Так, ещё что-то есть интересное для Жени? Может быть здесь на его рабочем... Да, вот оно. Сливочное масло. Зачём ему сливочное масло? А, это конфеты ему. Я думал, он... Я думал, он балуется с маслом. Любит смаз... С маску. Погоня за землёй на новый лад. В прошлом году... Три человека под покровом ночи пробились на территории студенческого городка Канута и набросили вверху на шею любимого всеми талисмана колледжа. Гаррисона, а зачем? С самым финансовым обеспечением... Я не очень понимаю, они нефть, что ли, искали? Или вообще как? Хоть нефть искали. Это ещё не выполнено. А что мы ещё тут не видели? Всё. Не стоит брать деньги Чейса. Да, он заметит. Он поймёт, что... Понимаете, что Нэнси Дрю тут баловалась немножко. Не занимай и не сужай. Значит, не занимай, не сужай, Нэнси. Объясни, подсказка. Так, а что я ещё не видел? Понимаете, если задание не отмечается, значит, я что-то пропустил. Не, ну, может, в статье что-то надо прочитать. Помню в старых играх про Нэнси нужно было кликать на интересные места в статье, чтобы Нэнси их откомментировала, и только тогда всё считалось выполненным. Тут немножко, кстати, это похоже на стойло из раньше теней. Я скачаю по раньше теней, я ещё в Англии играла в раньше теней. Эй, были времена. Давайте. О, здравствуйте. Алло. Нэнси, хорошо, что я до тебя дозвонился. Ты в порядке? От урагана никто не пострадал? Нет, все целы. Хорошо. Я так и подумал, но на всякий случай решил проверить. Всё-таки сильный ураган. Пока я добирался до телефона, кое-что случилось. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, приезжай. Хорошо, скоро буду. Чёрт возьми, это уже серьёзно. Не, ну мы всё нашли. Готово. Значит, всё. Съедеть в магазинчик Майпа. Что же, ребят, я, наверное, скажу всем прощайте, дорогие люди, которые смотрят это видео. Мы продолжим в следующее воскресенье. Всем пока, если вам понравилось. Если не понравилось, такого быть не может. В общем, делите видео ВКонтакте. В всяких группах тоже можно. И добавляйте оксину на страничку, подписывайтесь вообще везде на меня. Просто по всяким ссылкам проходите, которые в описании. Подписывайтесь на меня нещадно, не жалеете. Не жалеете эти ссылки. Сделайте им жёстко. И до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok